17-дюймовый жидкокристаллический телевизор Polar серия Artview. Переключаем программу. Смотрим, как он показывает. Переключать программу можно клавишами вперед-назад, либо сразу набирать двойной номер. Например, вот так. Я хочу сказать, что у этого телевизора очень хороший звук, в отличие от очень многих современных. Сейчас я сделаю погромче и покажу. Там есть в телевизоре настройки звуковые. Музыкальная сказка и снегопад хорошего настроения. Есть даже эквалайзер, где можно выставлять звук вообще по собственному желанию. И кроме этого, несколько предустановок. Уже если мы вошли в меню, значит, есть меню изображения, тоже с предустановками, либо установками пользователя. Есть режим таймера, где можно запрограммировать его как выключение, так и включение. Причем не только на следующий день, но и на неделю вперед, чтобы он работал как будильник. Ну и установки здесь, в общем-то, как у всех телевизоров. Автонастройка, ручная настройка и сортировка. На телевизоре есть кнопки на корпусе. И это, безусловно, очень удобно. Если пульт куда-то затерялся, то можно произвести все настройки прямо с корпуса телевизора. Давайте я его выключу и посмотрим, что у него там с обратной стороны. Ну, во-первых, сбоку этого телевизора находится разъем для наушников, что тоже бывает далеко не всегда, не во всех телевизорах. Можно подключать наушники людям, которые плохо слышат и либо не хотят беспокоить окружающих, и смотреть телевизор. Тюльпаны для подключения любой внешней аппаратуры. Собственно, снизу есть подключение антенны и разъем SCART, также для подключения внешней аппаратуры. Регулировка наклона телевизора осуществляется под таким устройством. Для подвеса на стену оно снимается и может закрепиться просто на таких двух ушках. Никакого даже дополнительного подвеса не надо. Но, если есть желание, можно повесить его и на кранштейн. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok